Ну что ж, друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал! Мы попали сюда не просто так, а благодаря притяжению Товерина. С вами, как всегда, Игорь, и как вы видите, я решил сменить обстановочку. Мне надоело сидеть, потому что, ну, скоро с таким темпом канал превратится из Товерина в геморойна. И сегодняшнее видео будет посвящено, как вы видите, я весь в черном, злодеям. Топ-десятки лучших злодеев Колеса Времени. Естественно, все, что вы услышите далее, лишь мое субъективное мнение. Поэтому обязательно пишите в комментариях, кого именно вы любите больше всего в качестве злодеев у Роберта Джордана. А как следующие имена попали именно в мой список, здесь на самом деле все очень просто. В первую очередь, чтобы попасть в список топ-десяти злодеев, персонаж должен быть на стороне тьмы, и он должен быть харизматичен. Когда я читаю книгу, мне должно хотеться больше этого персонажа, несмотря на то, что он на стороне против добра. Поэтому, например, Элайда в этот список не попала. Ну что ж, поехали! Топ-десять самых лучших, самых интересных, харизматичных и страшных злодеев Колеса Времени. На десятом месте Асмодьян. Жуар Адам Насасин. Не очень звучное имя для русского уха. Ха-ха, вот это ржайка, пацаны! Во время эпохи легенд Асмодьян хотел продолжить дело своего отца и стать таким же знаменитым великим композитором и музыкантом. Но он, к сожалению, этого не добился, что и заставило его перейти на сторону тени. В надежде на то, что бесконечная жизнь даст ему возможность настолько усовершенствоваться, как музыкант, что он сможет добиться тех высот, о которых он мечтает. И именно диссонанс в характере Асмодьяна, который творил такие вещи во время эпохи легенд, что им просто нет прощения и не будет. Но при этом через призму рандом мы видим харизматичного человека с очень интересным чувством юмора. Именно поэтому Асмодьян на десятом месте. И мне лично было очень грустно, когда он пропал. Я не буду рассказывать. Вдруг вы все еще не знаете, что произошло с Асмодьяном. Двигаемся дальше. На девятом месте темный и его аватар в нашем мире Шайдар Харан. И Шайдар Харан, и темный, пусть они редко появляются на страницах, идеально передают эссенцию зла и ту опасность, которая нависла над миром. Если в Отрекшихся мы видим человеческие черты, мы понимаем, что пусть они и плохиши злодеи, но все равно можно ими манипулировать, можно с ними говорить, можно как-то на них влиять. Шайдар Харан темный, это просто эссенция зла, с которой невозможно договориться, ее можно только победить. И именно эти два персонажа, ну считайте один персонаж, идеально передают этот посыл автора читателю. На восьмом месте у нас Галам. Галам не всегда напоминал этакую смесь хищника и терминатора, существо, которое практически не чувствует боли, которому невозможно не сделать ничего, чтобы его остановить. Его нельзя подкупить, с ним не договориться. Ему неведома жалость, раскаяние или страх. И он ни за что не остановится. Никогда. Никогда, пока ты жива. Да, Галам это не тот персонаж, который как-то развивается, его характер глубокий, мы видим какую-то арку, которая начинается так, а заканчивается по-другому. Конечно же нет, это существо. Но это самое опасное существо на страницах цикла Колеса Времени. После нескольких книг очередное появление троллоков и мурдраалов уже воспринимается как, а ну хорошо, экшен, сейчас наши ребята всех поколошматят и покромсают. Но когда появляется Галам, ты реально не знаешь, чего от него ожидать. Его первое появление оставляет после себя столько трупов, что далее ты уже думаешь, а вдруг и кто-либо из наших героев окажется жертвой этого существа. Ну и естественно, то, как Мэтт с ним справился, один из гениальнейших, любимейших моментов. Я падал во тьме 30 минут! На седьмом месте Алвиарин. Естественно, если сравнивать ее с другими персонажами в этом списке, то тут труба пониже, причем очень пониже и дым пожиже капитально. Но при этом тот урон, который Алвиарин натворила во время повествования, с ним невозможно не считаться. Именно она создала раскол в Белой Башне и свергла Суан Санчей и поставила на ее место Элайду. Далее она ей манипулировала еще больше, вбивая кол между двумя фракциями Айси Дай. Ну а если по чесноку, на самом деле я просто обожаю то, как она вела себя с Элайдой. Когда она ей манипулировала, когда она ей приказывала, издевалась, унижала ее. Я не знаю почему, может быть я плохой человек, но мне это приносило просто неимоверное удовольствие. Именно в этом моменте Роберт Джордан для меня просто гений. Потому что создать ситуацию, в которой технически представитель сил добра Айлайда, при всех своих недостатках, никогда не была темной. Против нее Алвиарин, черная Ая. И я как читатель болею за Алвиарин и желаю ей победы над Элайдой. Создать такую ситуацию в книге, в которой изначально есть темные олицетворения зла, которая если победит, всем наступит глобальная хана, это просто гениально. И поэтому я преклоняюсь перед Джорданом за создание Алвиарин. На шестом месте Семирак. И она на шестом месте, а не на более высоком. Только лишь потому, что ее катастрофически мало. Я не знаю, какие эмоции к отрекшимся испытывали вы, когда читали цикл. Но до появления Семирак, для меня они были сборищем детей, которые ничего толкового в принципе сделать не могут. То Самоэль, что Равин, что он Фир с ее планами. Они особо какой-то опасности не представляли. Я ни разу не чувствовал переживания и испуга за судьбу героев. Пока не появилась Семирак, которые буквально за несколько страниц, Ранду минус руку, сцена с Мин мужским Айдамом, которая просто для меня самая страшная, самая напряженная сцена всего цикла. Когда я ее читал, у меня буквально тряслись руки, и я был уверен, что сейчас Ранд убьет Мин. Мастерски переданная сцена. Мастерски страшная, опасная Семирак. Чувствую, если бы ее было больше, можно было вполне цикл колеса времени переделывать в ужастик. Минус, конечно, то, как закрыли марку Семирак, как Ко Цуан ее сломала. Для меня это было немножечко притянуто за уши, хотя мне этот момент и понравился. Но все равно чувствовалось, что это просто дали какое-то объяснение существованию Ко Цуани вообще. Потому что до этого момента, в принципе, все могли справиться и без нее. Двигаемся дальше. Пятое место. Ланфир. Ну, сюда она может попасть хотя бы потому, что, в принципе, с нее-то все и началось. Именно она пробила дыру в узилище темного. И, как я уже сказал, во время чтения цикла у меня никогда не вызывало сомнений, что наши герои с ней каким-либо образом справятся. Она не вызывала чувства опасности. Но при этом у нее одна из наиболее интересных развитий арок персонажа на протяжении цикла. Когда мы ее впервые видим, все планы, которые она строит, все манипуляции и действия, которые она производит, призваны, чтобы добиться лишь одной цели. Вернуться к Люсу Терину Теламону, снова стать его женщиной. Это безумная обсессивная любовь, которая сметает все на своем пути, в чьих-то глазах может показаться даже романтичной. Потому что, читая далее, мы понимаем, что у Ланфир серьезная психологическая проблема. Она сама себя убедила в том, что любит Люса Терина. Хотя на самом деле мы все прекрасно понимаем, единственное, что ее интересует, это власть и сила. И статус, который она получает, будучи женщиной-драконом. Именно то, как Джордан показал ее развитие, открывает черты ее характера постепенно. С последующим превращением в Синдайни для меня ставит ее на пятое место, как одну из наиболее интереснейших злодеек колеса. На четвертом месте я сейчас многих удивлю. Магеддин. Помните, я вам сказал, что все это лишь мое очень субъективное мнение. У меня нету каких-то градиозных объяснений, почему Магеддин. Мне просто очень нравится про нее читать. Максимально удачный подбор образа и дальнейшее его развитие паучиха, это и есть Магеддин. Все ее действия, ее слова, то, как она себя ведет с остальными персонажами, всегда заставляет представлять ее паучихой. Как я уже давал пример со Смодьяном, мне очень нравится, когда есть противоречивые какие-то пласты характера в персонаже. И Магеддин – конченая трусиха, которая обладает невероятной мощью. Да, все ее потуги покончить с Найни Вейлей никогда с моей стороны не воспринимались как особо опасные. Опять же, не было никаких сомнений, что наши героини с ней справятся и покажут ей, где раки зимуют. Блондинка хочет знать, где зимуют раки. Но при этом мне безумно нравится динамика Магеддин и остальных черных айя. Мне нравится, как она ими манипулировала, как она ими управляла. Особенно с Леандрин. Ну вот просто развожу руками, ребят, не знаю, как это объяснить. Ну нравится и все. Хотелось бы, чтобы ее было больше. На третьем месте величайший из всех отрекшихся почти демон с дредами. Демон Дред. Человек, который родился на день по жилью Сатерина Теламона. Помню, как-то были какие-то дебаты на паблике Колеса Времени, и мне кто-то написал, либо здесь в Ютубе, я уже не помню, что, мол, как ты посмел сказать, что у Демон Дреда комплекс неполноценности? Ведь он там такой великий, он столько всего сделал. Вы ведь знаете, что комплекс неполноценности и комплекс Наполеона – это почти что синонимы. И если вы мне хотите сказать, что человек, который посвятил всю свою жизнь, все свои силы, все свои таланты, чтобы доказать, что он ничуть не хуже, чем тот, кто родился на день раньше него, у него нету проблемы с психикой, то, может быть, вам стоит провериться у психолога самому. Это не делает Демон Дреда менее интересным персонажем. Наоборот, он превращается из всемогущего Терминатора в обычного обиженного подростка. И теперь он лучше, чем ты. Но именно вот эта вот подростковая обида заставила этого могущественного Терминатора предать все свои принципы и перейти на сторону тьмы. А ведь в Демон Дреде есть огромное количество факторов, которые вызывают уважение. Ведь если взять его историю во время цикла, ну он просто может быть каким-нибудь паблик-спикером рассказывать про мотивацию и как именно он добился всех своих высот. Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам свою историю, которая заставит вас посмотреть на жизнь по-другому. Когда-то я занимал наиболее высокую должность в корпоративном мире темного. Я был Ниблисом. Пока в один страшный день меня не уволили. 99.9999% из вас повесили бы головы, ушли бы в депрессию и опустили бы руки. Но не я. Вы знаете, что сделал я? Я покорил шару! На втором месте еще один выбор, который, скорее всего, удивит многих. Падан Фейн. Да, на протяжении первых книг Падан Фейн не вызывал у меня ничего, кроме раздражения. Непонятно было, кто он, что он и чего он вообще хочет. Но в четвертой книге, когда я уже более-менее начал разбираться, что такое Аридол, что он из себя представляет, а именно в сцене, когда Падан Фейн прибывает костылями Мурдрала к стене, начинаешь немножечко его бояться. И для меня он находится на втором месте по одной главной причине. Читая книгу, мы, естественно, все ждали, когда Рант умрет. Это было предсказано, это должно произойти. Естественно, ожидая и надеясь, что произойдет какое-либо чудо, и он все-таки останется в живых. Но при каждом появлении Падана Фейна, меня не покидало чувство, что Рант умрет именно от его руки. Непонятное, необъяснимое могущество, вперемешку с огромнейшим безумием, это и есть Падан Фейн. Давайте возьмем простой пример из нашего мира. Есть организованная преступность, группировки там и так далее. Они все обладают определенной мотивацией, мы знаем, что двигает этими людьми. Они хотят денег, они хотят власти. Падан Фейн же это гопник-беспредельщик, который вот сидит на картах и хочет отнять у вас мобилку. Че? Че ты искал ее? И если у него плохое настроение, он может и пырнуть. А теперь представьте, если этому гопнику дать ядерную бомбу. Куда он ее кинет? На кого и когда предсказать и предугадать просто невозможно. И именно поэтому Падан Фейн для меня самый страшный, самый опасный персонаж колеса времени. Естественно, как закрыли его арку было не очень понятно. Я надеюсь, в сериале это изменят и дадут ему более четкий, правильный конец. Но до этого момента, когда его описывал еще Джордан Ани Сэндерсон, Фейн для меня был олицетворением какого-то сумасшедшего зла. Пеннивайз в мире колеса времени. Ну и, конечно же, мотивация. Я так сильно ненавижу зло, что я стану самым злым существом на планете, чтобы уничтожить другое зло. Это просто шикарно. Поэтому он для меня на втором месте. Ну и, конечно же, на первом месте, я думаю, я тут никого не удивлю, барабанная дробь, Маридин, Слэш и Шамаэль. Маридин — это просто рант минус фактор любви. И, будучи на его месте, любой здравомышлящий умный человек пришел бы к такому же выводу, как и он. Какой смысл существования в цикличном мире, в котором все повторяется, в котором неважно, что бы ты ни делал, все начнется сначала. Все твои достижения, все, что бы ты ни делал, все абсолютно бесполезно. Ведь колесо провернется еще раз. И логично мыслящий человек приходит к одному единственному выводу. Чтобы уничтожить этот парадокс, нужно разбить колесо. Единственное существо, которое может это сделать — это темный. Поэтому и Шамаэль переходит на его сторону. И делает это, в отличие от других отрекшихся, не тайно. Он заходит в зал слуг, в параз Диэн и говорит в открытую всем «Я считаю, что темный должен победить». Его смелость в сочетании со всеми его талантами вызывает восхищение. Он превосходит абсолютно всех отрекшихся практически во всем. И что еще вызывает уважение в нем — это то, что он никогда не кичится своими талантами. Сколько раз и Магеддин, и Ланфир говорили, что Телоран Риот — это их вотчина. Там они могут делать все, что хотят. И там у них нет соперников. Но во время повествования мы узнаем, что и там и Шамаэль всем дает фору. И при этом ни разу не хвалится этим. Если проигнорировать конечную цель, которую Магеддин и Шамаэль поставил перед собой, то это максимально харизматичный, талантливый человек, за которым практически каждый пошел бы, как за своим капитаном. Если смотреть на то, как и Шамаэль влиял на мир, единственный, кто хоть как-то может с ним поспорить, — это Агенор, который создал целую армию для Темного. Но опять же, 3000 лет за это время Тролоковы Войны, Артур Ястребиное Крыло, Черная Ая — то, что он натворил, мало кто смог сделать для Темного. Это идеальный злодей. Чем лучше злодей твоей книги, тем лучше твоя книга. А Магеддин и Шамаэль — один из лучших злодеев всей литературы, которую я когда-либо читал. Ну что ж, ребята, если понравилось видео, палец вверх, пиши внизу комментарии, ваши любимые злодеи. Что еще вы хотели бы увидеть на моем канале? И, конечно же, подписываемся и бьем этот колокол, и сбиваем его прям головой, чтобы на полу валялся. Всех люблю, всех целую, пока-пока!